Благодарность нашему Господу, дорогие братья и сестры, по милости Его мы не исчезли. Сегодня утро также обновилось, обновилась милость Его, и мы можем быть в Доме молитвы, можем слушать Его Слово и можем Ему поклоняться, и также можем видеть лица друг друга. Скажем, за все это слава нашему Господу. Я хотел бы сегодня говорить о любви. Не знаю, может быть, кто-то меня будет критиковать и скажет, что и так постоянно о любви говорится, а делается очень мало. Я, конечно, с этим не согласен, но, во-первых, о любви очень мало говорится, и любви на самом деле очень мало в нашем мире. Если мы послушаем вокруг, если мы почитаем интернет, газеты, послушаем радио, телевидение, пообщаемся с соседями, да и даже, может быть, пообщаемся в церкви, то мы ужаснемся. Вокруг злоба, ненависть, вражда, ссоры, разногласия и так далее. И это факт. Сталкивают народы на основании каких-то мифов. Пример далеко ходить не надо. Украина. Когда выдуманные какие-то факты приводят к страшным последствиям, народы восстают друг на друга. Поэтому, дорогие братья и сестры, любовь как никогда актуальна. И о любви говорить надо. Но, конечно, лучше не говорить, а лучше делать, любить. Лучше нести любовь. Лучше проявлять любовь. Лучше не ждать, чтобы нас кто-то полюбил или любил. А лучше давать любовь. Создавать атмосферу любви. Создавать атмосферу принятия, не осуждения, а принятия друг друга. Протягивать лучше руку общения, нежели отталкивать кого-то. Лучше покрыть какие-то недостатки или, может быть, даже что-то большее, нежели доставать, может быть, какой-то негатив на поверхность. И, по большому счету, всему нам, нас этому, учит Святое Писание. Евангелие, извиняюсь, первое послание Иоанна, 4 глава, будем читать 7 текста. Возлюбленная, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленная, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. И ниже 16 текста. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит? Тот лжец, ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Еще зачитаем известный текст из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34-35 текст. Заповедь новую даю вам, говорит наш Господь Иисус. «Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Знаете, вот эти тексты, которые мы прочитали, они такие, так скажем, прямые, простые. Ну, казалось бы, нам нечего добавить или как-то комментировать. И это действительно так. Это истина, она на поверхности. И истина о любви Божьей, о любви Бога к нам, о том, как Он отдал Сына Своего Единородного, как мы читаем, за грехи наши. Когда еще каждого из нас не было, когда мы Его не искали, когда нам Он был абсолютно безразличен, но Он уже тогда любил нас, и Он уже тогда умер за нас. Вот, это истина на поверхности. И о том, что вот любить друг друга, это тоже истина на поверхности. Но сегодня мне хотелось бы вместе с вами немножко, может быть, глубже рассмотреть и вместе с вами в нашей простоте пообщаться на эту тему. Вообще, вот в прошлое воскресенье брат, он очень хорошее слово говорил о законе Моисея, но он не говорил о законе Христа, но он сказал, что есть как бы и закон Христа, и мы об этом читаем. И вот есть заповеди Иисуса Христа. И вот одна из заповедей Иисуса Христа – это заповедь любви. Хотя и в Ветхом Завете мы находим подобные заповеди и подобные слова. Во Второзаконии, 6 глава, 5 стих, есть повеление любить Бога. В книге Левит, 19 глава, 18 стих, есть повеление любить ближнего своего, как самого себя. И некогда молодой человек спрашивал у нашего Господа, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот именно из Второзакония, 6 глава, 5 стих, и Левит, 19 глава, 18 стих, на основании вот этих мест Господь ответил этому молодому человеку. Апостол Павел, говоря о любви, или делая такой идог, говорит такие слова. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Но знаете, в чем проблема закона? Проблема закона в том, что закон, он не давал силы для преодоления греха. Закон не давал мотивации для преодоления греха и для того, чтобы жить другой жизнью. Но Евангелие, Иисус, он предлагает и дает совершенно другой образец любви, которая дается силою Святого Духа через Евангелие. И вот этот, так можно его назвать, новый завет, новый период в отношении человека с Богом, он заключен совершенно другим образом. Через, мы назовем это, некую такую духовную сердечную операцию. И пророк Иеремия некогда пророчествовал об этом периоде, об этом Новом Завете. Это 31 глава книга пророка Иеремии. Давайте прочитаем вот это место. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы везти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их». Вот давайте обратим внимание. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, прад, брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их, и грехов уже не воспомину более». Вот Новый Завет, он характеризуется совершенно другим подходом. Это духовное возрождение, духовное обновление, изменение сердца, изменение внутреннего человека. И посредством вот такой, как я уже сказал, невидимой духовной операции на нашем внутреннем человеке мы становимся способными для того, чтобы иметь любовь, чтобы любить и чтобы нести любовь окружающим людям. И любовь – это то, в чем все мы нуждаемся. И, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И плод же Духа, любовь идет на первом месте, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Вот таким образом, только посредством Иисуса Христа, только посредством близких отношений с Ним мы можем иметь любовь, и мы можем воистину любить Бога и воистину любить друг друга. Одним из проявлений греха в нашей жизни является эгоизм. И все мы по своей ветхой греховной природе являемся эгоистами. Мы думаем только о себе и решаем только свои проблемы. И это факт. Противоположное же состояние эгоизму, я бы сказал, это любовь. Любовь – это состояние нашего сердца, нашей души, направленное на то, чтобы не просто иметь какие-то чувства, иметь эмоции, но отдавать себя, чем-то жертвовать, что-то оставлять, давать и так далее. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как в нем пребывает любовь Божия? Дети мои, – говорит Иоанн, мы сегодня читали, – станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И апостол Павел в послании к Коринфянам дает очень прекрасную характеристику любви и как она проявляется. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот так дает, такую характеристику любви дает апостол Павел. И Господь нам повелевает любить друг друга именно так. И апостол Петр в первом послании, в четвертом, четвертой главе, в восьмом стихе говорит такие слова. Более всего, имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И великий образец и пример любви для нас – это наш Господь Иисус Христос. Как Христос возлюбил нас, мы уже сегодня говорили об этом. До смерти крестной. И Он свою любовь к нам доказывает, что умер, мы уже тоже упоминали сегодня об этом, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. И я думаю, все мы помним, вот Господь наш висит на кресте, на Него ругаются, Его обзывают, Его бьют, плюют. И Он говорит такие слова. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Конечно, Христос – великий идеал любви, и нам сложно его достигнуть. Но, тем не менее, это есть великий пример для каждого из нас. И именно к такой любви каждый из нас должен стремиться. Что нужно, дорогие братья и сестры, чтобы любить? Что нужно мне, чтобы я больше любил? Что нужно каждому из нас? Конечно же, как мы уже сегодня говорили, вот тот Новый Завет, который был заключен с учениками, к этому Новому Завету каждый, кто хочет любить или кто стремится любить, он должен присоединиться. Принять Иисуса Христа, принять Евангелие. И только Господь может поменять сердце, только Господь может давать настоящую любовь. И без этого мы никогда не сможем любить. И любовь, как мы уже тоже считали, изливается в сердца наши Духом Святым. И любовь, по большому счету, есть индикатор нашего познания и наших отношений с Богом. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Мы сегодня также зачитывали из первого послания Иоанна, 4 главы. «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». А если все же нет любви, если в сердце неприязнь, ненависть, то что в таком случае нужно делать? Знаете, дорогие братья и сестры, мы всегда должны вникать в себя и в своего внутреннего человека. К великому сожалению, очень часто бывает, что мы можем находиться в церкви, но не иметь отношений с Богом и быть невозрожденными христианами, так скажем. Когда Дух Святой не пребывает в нас, когда Дух Святой не обличает нас, когда мы всего лишь имеем вид, когда мы имеем всего лишь форму, а настоящего духовного возрождения и обновления мы не имеем. Поэтому нужно начинать вот с того, чтобы вникнуть в себя, чтобы снова или же в первый раз, может быть, обратиться ко Христу, чтобы Он изменил сердце, чтобы Он обновил нас, чтобы Он дал нам любовь, чтобы Он дал нам сострадание, чтобы Он дал нам новое сердце. Я думаю, что это основная причина. Ну и вторая причина, естественно, в нашей жизни, духовной, христианской жизни, есть борьба Духа и плоти. Мы можем жить по Духу, а можем жить по плоти. Если мы живем по плоти, то у нас будет очень мало любви, у нас будет больше ненависти. Больше злобы и всего тому подобное. Если же мы живем по Духу и Духом умышляем дела плотские, как говорит апостол Павел, тогда мы можем преображаться в Его образ, тогда мы можем изменяться в Его образ. И знаете, чтобы любить, у каждого человека проходит индивидуально. У кого-то это может быть такое резкое изменение характера в том числе, резкое изменение подхода к жизни, а у кого-то это процесс, долгий процесс, мучительный процесс сокрушения своего «я», изменения своего «я». Может быть, процесс сокрушения своей гордости и процесс такого подчинения своего «я», своей плоти Господу и Духу Святому. И у каждого это происходит по-разному. Но одно мы должны знать, что любовь, она превыше всего. И любовь покрывает множество грехов. И всякий любящий, он рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не рожден от Бога и не знает Бога. И вот хотелось бы несколько слов сказать. И тогда узнают все, что вы мои ученики. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. И вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Когда наш Господь Иисус Христос уходил с этой земли, возносился на небо, Он оставил великое поручение, как называют, ну так называют, вот, богословы. Чтобы шли по всему миру, проповедовали Евангелие всем народам. Но, знаете, вот, Христос оставил заповедь, новую заповедь. Любите друг друга, и тогда узнают все, что вы мои ученики. Знаете, можно там ехать до края земли, можно проводить конференции, можно там делать кучу различных лагерей, проводить различных семинаров. Там много-много-много можно чего делать. Но я вам скажу, дорогие братья и сестры, даже не я говорю, а Господь говорит через слово свое. Что это все напрасно, напрасная трата денег, ресурсов и тому подобное, если нет любви между нами. Если нет любви в какой-то команде хороших отношений. Если нет любви в церкви. Если нет любви, может быть, в том лагере, который мы проводим. Все это напрасно. Это все напрасная трата денег, напрасная трата ресурсов. Но если мы имеем любовь и добрые отношения друг с другом, имеем хорошие отношения друг с другом, тогда люди вокруг нас... Ведь мир, он истерзан, измучен. И мир, он потянется к хорошим отношениям. Мир потянется к людям открытым и любящим. И таким образом они смогут найти и Господа Иисуса Христа. Если, хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, если у нас по вертикали с Богом все нормально, если мы уверовали в Иисуса Христа, покаяли свои жизни, примирились с Богом, ну, на самом деле, неформально, а на самом деле все это у нас произошло, то у нас и по горизонтали, то есть в отношениях друг с другом, будет все нормально. Мы будем любить ближних, мы будем любить друг друга, мы будем нести свет. Если у нас вот все это есть, то вокруг нас увидят все, что мы на самом деле христиане, что мы воистину его ученики. И, знаете, свет невозможно спрятать, он будет светить. Жизнь, если она есть, то она будет производить другую жизнь. Если же жизни нет, то мертвое, оно ничего не может воспроизвести нового, живого. И во Христе Иисусе апостол Павел говорит, хотелось бы в заключение привести вот эти слова, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, ну, другими словами, можно сказать, закон, какие-то правила, но имеет силу, вера, действующая любовью. И апостол Павел говорит в Колоссянам очень хорошие слова. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Аминь.